В эти минуты врачи Алматинской области борются за жизни пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Серьезные травмы получили 49 человек. Шестеро погибли. В минувшие выходные в регионе произошли сразу две крупные аварии. В субботу на трассе Алматы-Бишкек перевернулся пассажирский автобус, следовавший Шимкента. От нем позже на 112-м километре автодороги Алматы-Усь-Кемен столкнулись две иномарки. Тимур Ермашев выяснял, что чаще всего становится причиной ДТП. Неисправная техника или человеческий фактор. Этот автобус, выехавший из Шимкента, не доехал до Алматы всего 28 километров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машину перевернуло. В этот момент в салоне находилось 45 человек. Все они были доставлены в ближайшую больницу. Многие из пострадавших так до конца и не поняли, что произошло. Мы ехали на свадьбу. Нас было 8 человек. Когда уже подъезжали, автобус резко дернул в сторону. Потом мы перевернулись. Мы везли много подарков. Где они теперь? Кто нам восстановит все это? Когда автобус качнулся в сторону, девушка, сидевшая рядом со мной, сказала, наш водитель уснул. Это было где-то в половине девятого утра. А потом мы съехали с трассы. На место происшествия выехало 10 бригад скорой помощи. Только благодаря оперативной работе медиков жертв удалось избежать. Из 45 человек, доставленных в больницу, 10 были госпитализированы. Из них двое попали в реанимацию. Многие пострадавшие получили серьезные травмы. Значит, травмы различного характера. В основном сочетные травмы. Летальных исходов не было. Сейчас пациент получает лечение. Квалифицированное лечение. Я просто сейчас не могу прогнозировать, потому что травмы тяжелые. Пока что медики не спешат делать какие-то выводы относительно двух человек, оставшихся в реанимации. Известно лишь, что они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. И после выписки им предстоит долгий восстановительный период. Актуальным также остается вопрос о предоставлении компенсации за материальный и моральный ущерб. Также неизвестно, какую ответственность за произошедшее понесет компания-перевозчик. Этого выяснить нам так и не удалось. В офисе предприятия, которому принадлежал автобус, на телефонные звонки никто не отвечал. Между тем, по словам экспертов, львиная доля аварий на междугородних трассах происходит по вине самих водителей, которые грешат превышением скорости. Может быть, есть такая причина, как технические неисправности. Но в большинстве случаев это человеческий фактор. Все-таки это несоблюдение элементарных техники безопасности при перевозке пассажиров. Мы можем поменять транспорт, мы можем сделать дорогу, мы можем создать условия. Но, к сожалению, ментальность не поменяет человека, пока не пройдет определенное количество времени. Еще одно крупное ДТП произошло днем позже на трассе Алматой-Скемен. Здесь в результате столкновения двух автомашин Mercedes-Benz и Opel Zafira погибли 6 человек. Еще пятеро пострадали. В ДВД Алматинской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.